всем привет продолжаем тему стран по знаком зодиака и сегодня у нас мексика скорпион почему она скорпиона посмотрите на герб на карту сидит орел которого в клюве находится змея кстати говоря в древности знакам символом скажем так как знака скорпион был именно орел они сам скорпион как сейчас это принято и вообще в шумерской например традиция эта тема орла и змеи одна из таких базовых поэтому даже в гербе эта тема скорпионовская раскрывается но там все по скорпиону а это не классическая геральдика это отсылка к ацетскому мифу по которому бог войны направил людей искать новое место жительства искал вы узнаете его по тому месту где будет карту с на котором будет сидеть орел в клюве которого будет змея и вот они это изобразили на гербе то какое место они нашли это место будущего города мехико и она находится среди двух вулканов один из самых крупных мегаполисов мира населения около 20 миллионов человек живет в буквальном смысле на вулканах не фигурально а буквально понимать один из них периодически еще извергается потому что эта страна скорпиона конечно же что еще выдает в мексике страну скорпион да фактически все потому что в мексике как и в любой стране скорпиона всегда идет борьба за вас всегда из тайной группировки мексика яркий пример сейчас там есть президент кстати говоря скорпион по знаку зодиака есть два наркокартеля которые ведут борьбу с собой и по сути в чем-то могут тягаться с государственными структурами и еще и последнее время появились называемые бдительные которые воюют против мафии потому что государство так себе воюет с мафией в общем там такая вяло текущая на самом деле гражданская война но это классика для страны скорпиона всегда оселить на какие-то группировки которые борются за вас если посмотреть вообще историю мексики такая сплошной конфликт кстати говоря название мексики то тоже отсылка кстати именно к богу войны как считается или его еще можно перевести как место войны то есть самое название страны такие жесткие скорпионовский прям по-настоящему энергии с тема эзотерики и религий конечно же там раскрыто посмотрите на их не праздники да где все такая мощная ссылка к царству мертвых до которые например греческих культуре курируют аид или плутон и вот у них очень пока мощно там очень сильный современный шаманизм а то христианская религия которая есть она очень сильно так сильно найти претерпела виды изменений и там есть чисто скорпионовские темы ну например там есть для местных святой бандит они его реально для себя канонизировали официальная церковь его не признает но они построим у часовни потому что он грабил раздавал деньги бедному такой настоящий рубингу который был в истории и для местных населения он настоящий герой к нему возвели церкву ушку и туда носят поклонение там ему молиться и так далее для мексики это нормально может и стран скорпионов ну и конечно как любая страна скорпионов она любит все что видоизменяет сознание конечно же это всегда страны на связаны с наркотиками с наркотрафиком вот но там же это страна и тыкило да и такие страны как мексика далее современному миру табак шоколад который тоже можешь сказать в каком смысле современный наркотик то есть вот это все прямо на прям дышит дышит вот этой темой скорпиона конечно же страна тайны это не только тема тайны группировок это древняя цивилизация мая древняя цивилизация ацтеков и тоже не таки крайне скорпионовский потому что было невероятное количество жертвоприношений ацтеки верили что вот у них есть не просто календарь а что календарь надо подпитывать так сказать заводить и нужны человеческие жертвы иначе следующий 52-летний цикл не начнется понимаете на этих пирамидах просто лилась кровь но до сих пор вся эта культура связана с майами астеками она такая скажем так под завесой большой тайны там очень все так неоднозначно и снова да это вот тема скорпиона все очень брутально есть конечно хорошие стороны то есть может показать что говорю что мексика как это прям сверх какая ужасная страна там все живут на вулканах занимаются наркотиками убивают друг друга в свободное время и молятся на преступников нет эта страна в скорпионовской страны хороши тем что там можно быстро разбогатеть эта страна где есть нищета и есть всегда богатство какое-то прям небольшую группу людей есть всегда шанс у кого-то прям выстрелить из грязи в князи так называемая американская мечта в мексике на самом деле более реализуемой чем саму сша то есть благодаря тем же наркотиком кто-то там очень даже сильно выстреливает но всегда с определенной да скажем так оговорка риском для обычного обывателя такие страны удобны тем что там за небольшие деньги можно получить роскошный образ жизни на самом деле это тоже тема скорпиона и многим скорпиона может очень сильно понравится в мексике потому что там будет вот это ощущение опасности мистичности и такой определенный статус насти за небольшие средства поэтому в этих странах есть определенный свой шарм и надо помнить что страны скорпионов если там найдется какой-то диктатор который возьмет их там в железные рукавицы могут резко выстрелить потому что тема скорпиона скорпиона резкий подъем резкое опускание так далее да и вообще мне кажется что мексика нам преподнесет сюрпризы в будущем очень такая своеобразная страна которая последнее время выходит на мировую арену но эта тема уже такого отдельно разговора и в конце я хочу показать видео которое как мне кажется просто гимн всем скорпионом ну и мексике место действия мексика место действия пирамида фильм с элементами сексуальности агрессии и мистицизма в общем там есть все от вампиров до священников и ночных клубов в общем я думаю вы узнаете может эта сцена каноническая конечно же она раскрывает другую тему скорпиона сексуально шарм ши слева attention воцифор ла плещер двося ла мадон дюма ка бра лапа пейс до ла перверсите ла фан лапу малифики и жаме гонс и ла шо фаза ла пир титва шароги курболе шины и а жену андорасио о пиэс де сатанико пандемонио ом РАДОСТНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok